всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня в этом видео я хочу показать вам как связать вот такую вот ажурную резинку спицами вот так вот выглядит она с лицевой сторонке вот так вот с изнанки обе стороны достойно смотрятся вяжется узора очень и очень просто в рапорте этого узора всего два ряда она смотрите такая резинка достаточно эластичная прям ну как резинка растягивается и возвращается на место раппорт узора 5 петель и 2 ряда для вязания поворотными рядами вам нужно набрать количество петель и кратные 5 плюс 2 петельки для симметрии и плюс 2 кромочные петли вот здесь вот я набрала 2 раппорта по 5 петель 10 2 для симметрии и 2 кромочные то есть 14 петель и так давайте приступим к вязанию вяжем первый ряд кромочную сняли и раппорт узора вяжем 2 изнаночные затем лицевая изнаночная лицевая вот это вот раппорт первого ряда давайте его повторим 2 изнаночные 12 затем лицевая изнаночная лицевая все раппорт закончили петельки для симметрии после раппорта провязываем 2 изнаночные и кромочная петля также изнаночная симметрия то есть чтобы начинали с двух изнаночных и заканчивали с двумя изнаночными переворачиваем работу и вяжем второй ряд второй ряд узора раппорт второго ряда кромочную петельку сняли и провязываем 2 лицевые 3 изнаночные 1 2 3 вот это мы провязали раппорт второго ряда повторим 2 лицевые 3 изнаночные 1 2 3 все и петельки после раппорта для симметрии 2 лицевые кромочную петельку провязываю изнаночной все вот это вот раппорт данного узора далее вязать повторяя первый и второй ряд давайте еще разочек с вами вместе провяжем кромочную снимаем 2 изнаночные затем лицевая изнаночная лицевая это раппорт первого ряда повторяем 2 изнаночные затем лицевая изнаночная лицевая все и петельки для симметрии 2 изнаночные кромочную петельку также изнаночной переворачиваем и повторяем опять второй ряд вяжем кромочную сняли 2 лицевые петельки 3 изнаночных 1 2 3 повторяем еще разочек 2 лицевые 3 изнаночные 1 2 3 и после раппорта 2 лицевые петли кромочная изнанка все мы провязали здесь два раппорта вот так вот у нас получается узор действительно получается очень красивый отлично подойдет для вязания шапочек он снуд можно таким узором связать можно использовать для манжет рукавов низа изделия очень красиво получится если у вас изделие связано полностью лицевой гладью или для свитера для борода стоечка отлично будет смотреться можно связать свитером обычной лицевой гладью с город связать стойку вот с таким узором по низу резинку пустить такую и манжета рукавов замечательно выйдет надеюсь видео вам понравилось не забывайте подписываться на канал если вам не жалко поставьте лайк и напишите комментарии мне будет очень приятно всем пока